Добрый день дорогие друзья! Приветствуем вас на канале Тейлорс Бокс и в сегодняшнем выпуске мы будем шить подушку для сна в стеганом чехле на молнии. Размер моей подушки в готовом виде будет составлять 40 на 55 сантиметров. Вы можете увеличить либо уменьшить этот размер по своему желанию. Давайте приступим! Для пошива нам потребуется хлопковая ткань, это может быть бязь, поплин или сатин, синтепон, потаная молния 35 или 40 сантиметров, холофайбер для набивки, нитки в тон, маркер, линейка, булавка и ножницы. Приступаем к раскрою. Из ткани выкраиваем два прямоугольника 43 на 58 сантиметра. Два таких же прямоугольника выкроить из синтепона. Прямоугольники из ткани расчертить под стежку. Первую линию провести из угла в угол, далее чертить линии через каждые 8 сантиметров. Вы можете задать другой размер и рисунок стежки. Также из ткани выкроить два квадрата размером 4 на 4 сантиметра для обработки краев молнии. Переходим к пошиву. Расчерченный прямоугольник кладем на синтепон, скалываем булавками, начиная от центра. Выполнить стежку обоих деталей. Далее нам нужно обметать по одному боковому срезу на обоих деталях. Сюда мы будем вшивать молнию. Проутюживаем обметку, раскладываем деталь, выравнивая линии срезов. На обметанных сторонах отступаем по 5 сантиметров сверху и снизу. Прикладываем молнию и ставим на ней такие же отметки. Так как молния слишком длинная, нам нужно будет ее обрезать. Молнию будем отрезать отступая 2-3 сантиметра от наших меток. Сначала нижний край. Обрезаем молнию и оборачиваем срез квадратом 4 на 4 сантиметра. Прежде чем обрезать верхний край молнии, нужно закрепить обе части молнии несколькими стежками. Так будет удобнее обрабатывать срез, а также мы обезопасим себя от перекосов и случайного выскакивания бегунка. Закрепляем, обрезаем, обрабатываем срез. Молния готова к овшиванию. Накладываем молнию лицом на лицо детали подушки, совмещая наши метки, срез детали и край молнии. Прокладываем строчку на лапку от зубчиков молнии. Это наметочная строчка. Благодаря ей наши детали и молния совмещены правильно и во время вшивания молнии у нас не будет перекосов. То же самое аккуратно все совмещая делаем со второй стороны. Теперь раскрываем молнию, отгибаем зубчики и прокладываем строчку максимально к ним близко. Начинаем и заканчиваем строчку точно по нашим меткам. Далее отворачиваем нашу подушку наизнанку. Совмещаем все срезы, закрепляем булавками. Прокладываем строчку на 1 см от края. Там где у нас вшита молния, подбираемся максимально близко к ней. Обметываем срезы и прячем концы обметочной строчки, чтобы она не распускалась. Осталось отстрочить молнию и набить подушку. Не набивайте слишком туго. Помните, что после стирки холофайбер распушается и становится объемнее. Вот и готова наша подушка. Уплотненный синтепоном чехол поможет ей лучше держать форму. А наличие молнии поможет регулировать количество наполнителя в подушке. Таким способом вы сможете создать подушку по индивидуальным предпочтениям. Любой размер и желаемая плотность набивки. Шейте легко и в удовольствии. Делитесь своими идеями и пожеланиями в комментариях. И до новых встреч на канале швейного клуба Тейлорс Бокс.